18 января С маленьким Рио, удешевленный и уменьшенный вариант Рио-де-Жанейро с такой же горой, с такой же статуей на Эдогоре, с фуникулером. Надеюсь, что мы в нем побываем. Если погода изменится, солнце выйдет. Надеюсь, все-таки посетить этот городок, безусловно, стоит того. Но это, конечно, зависит от погоды. Посмотрим. Вот впервые видим океан примерно в этот момент. Выезжаем на океанское побережье. Осталось чуть-чуть. Приближаемся к острову Санта-Катарина. Санта-Катарина Санта-Катарина В городе Флорианополис, столица региона Санта-Катарина. И вот заезжаем на знаменитый мост, соединяющий две части островную и материковую части этого города. Центральная часть находится на острове, куда мы сейчас пребываем. Но в центре мы пока не задержимся. Мы поедем дальше. Ближе к серферским пляжам, ближе к курортным городкам, на другую сторону острова. А во Флорианополис вернемся через три дня посмотреть на центральную часть, на достопримечательности. И поснимаем, соответственно, через три дня здесь. Ну и первое, что мы видим на въезде, увидели на въезде в Флорианополис, это демонстрация протеста. Как видно, все еще в этой стране есть свобода слова, свобода демонстрации. Это обнадеживает. Спасибо за это президенту Больсонару. И вот это слева уже большое здание центрального автовокзала города Флорианополиса. Прибываем и движемся дальше. Продолжение следует... Вот добрался до океанского побережья. Автобус шел, опоздал на аж на 4 часа из воздуха к Гуасу. Получилось 18 часов пути в автобусе. И приехали мы в город Флорианополис, который находится на острове Санта-Катарина. Там задерживаться не стал. И приехали сразу сюда, в пляжный городок. В пляжный так себе, потому что красные флаги, все, даже серферы не усовываются. Но приятные. А тут гораздо прохладнее. Ветерок дует, все хорошо. Будем ждать погоды, чтобы хоть окунуться немножко, почувствовать океанской воды. Но воздух очень приятный, соленый, насыщенный. Красота неописуемая. То есть хотя бы погулять, конечно, минимум три дня здесь. А потом, может быть, во Флорианополисе один день. И потом поедем дальше вдоль побережья. И уже отсюда я буду ехать. Только вдоль побережья. За исключением города Куритива. Ну и потом уже придумаем что-нибудь. Ну а это уже следующий день. 19 утра. 19 января утро. Мы вышли на прогулку. Пройдемся через пляж Де Сантиньо. Прое Де Сантиньо. И пройдемся через... А войдем в гору эту, отделяющую от пляжа Прое Де Мозамбик. И вот прогулочка сегодня. Часиков на 5-6. Посмотрим природу. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Красиво, особенно вот этот гигантский стул кресла гигантопитеков Ну да, половину где-то тропы прошли, вот мы сидим на кресле Специально кресло для нас выдавили предки, гигантопитеки, о кто-нибудь, кто-то такие И вот сидим, первый активный выход за всю эту поездку, такой нереальный, чтобы пройтись, так сказать, размять мышцы И вот мы здесь сидим на берегу океана, это остров Санта-Катарина Потрясающее место, идем по тропе никого, дождик, конечно, поливает, не очень так комфортно Но во всем остальном великолепное место, великолепная прогулка Я думаю, что это только начало активного отдыха в Бразилии, собственно, для чего я сюда приехал Вот мы заканчиваем перевал Заканчиваем переходить, обходить эту гору, отделяющую пляж Сантию от пляжа Мозамбика И отсюда открывается потрясающий вид на 15-километровый пляж Прайаде Мозамбик, отсюда мы идем вдоль него Прайаде Мозамбик, отсюда мы идем вдоль него Ну и вот в таком экзотическом лесу мы заканчиваем сегодняшнюю пятичасовую прогулку. Обратно поедем на автобусе и на обед.